всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня такой день как я и обещала и говорила в прямом эфире сегодня я хочу попробовать сделать расклад в потоке без карт но опять-таки без карт я имею ввиду что я не буду делать расклад но поскольку я раньше не делала такие расклады дали бы такие сеансы не проводила мне хотя бы для начала нужно будет вытащить хотя бы один аркан до чтобы понять на чем сфокусироваться на чем сконцентрироваться вот если вы смотрите этот расклад значит у меня все получилось я очень надеюсь на это я знаю что вы меня верите и поэтому давайте мы с вами попробуем немножко волнительно и так позиция номер один голубенький камешек я вот еще один аркан на то чтобы узнать из чего-то начать говорится да за что-то зацепиться с на чем-то сфокусироваться не рассказать у нас называется в потоке посмотрим в потоке что нам скажет карты о том что сейчас у вас происходит либо что вам сейчас нужно знать так где у нас выпало значит десятка кубков да как отправная такая точка здесь знаете такое ощущение что возможно впервые для вас появилась ценность семья либо у кого-то есть такая потребность да именно ощутить состояние семьи либо у кого-то впервые появилось это ощущение именно действительно семейности объединения и вот именно понимание как ценности то есть здесь сейчас все сфокусировано все сосредоточено вокруг семьи возможно вы заняты какими-то семейными делами возможно здесь кто-то там я не знаю планирует отпуск либо находится в отпуске но все что крутится вокруг именно семьи это вас переполняет эмоционально и мне нравится здесь тот момент что у него такое чувство что такое у вас как будто бы впервые и неважно есть у вас проблемы в семье или нет но вот именно ваше внутреннее ощущение какой-то вот такой семейности чувство что вы как будто бы созрели для этого а потому что семья это не тогда когда люди ее создают то есть расписывается находится в браке это скорее всего внутренние ощущения то есть вы можете быть в семье но не ощущать вот этого единения что у вас есть эти люди на которых вы можете положиться с которыми вы чувствуете единение вот здесь как будто бы появилась вот это вот ощущение либо всплыла у вас вот это вот потребность ощутить себя сейчас и она вас как будто бы переполняет кто-то здесь может заниматься с детьми да то есть дети как будто вы встали на первый план а вообще общая такая энергия идет того что некая такой знаете наполненности как будто бы человек ощутил себя вот счастливым возможно на какие-то моменты возможно ну я не знаю временно не временно но здесь вот идет ощущение именно наполненности счастья здесь идет такое чувство как будто бы у вас появилась вообще единение внутреннее спокойствие носка какими-то нотками знаете вот ароматом счастье такое чувство что вы долгое долгое время шли к чему-то и вот сейчас как будто бы вы это получили и то что вы получили это вот вас очень сильно наполняет вам это нравится и однократно говорил о том что по первой позиции идет период какой-то какого-то психического взросления взросления вашей души и вот здесь это очень ярко ощущается вот это вот чувство что не знаю какой-то вот удовлетворение от своего созревания здесь нету грусти огорчения того что время проходит и здесь не про старость а здесь вот именно как будто бы что-то внутри вас раскрывается сейчас возможно через это взросление у вас появляется какая-то мудрость у вас появляется какой-то опыт здесь появляется ощущение того что какое-то у меня идет расширение и единение именно с миром очень глубокое такое духовное понимание самого себя возможно вы задаетесь какими-то глубокими вопросами о своей жизни что происходит в вашей жизни здесь нету рефлексии здесь есть переполнение эмоциями здесь нету ярких красок так как радость такие знаете едко фосфорные а вот именно я бы сказала ощущение что от вас распирает иногда бывает такое когда вы переполнены энергией и вам хочется в этом состоянии что-то сделать кому-то отдать кем-то поделиться вот здесь примерно такое но она это состояние не про то чтобы кому-то что-то дать а здесь это состояние про то чтобы наполниться чтобы быть в этом состоянии ощущение того что сейчас не хочется как-то расплескивать эту энергию да вам вообще в принципе здесь не очень-то интересно сейчас люди как таковые здесь вот такое ощущение что вы находитесь в каком-то неком таком из ста экстазе влюбленности именно с миром до вас вас переполняет у меня идет такое знаете расширение человека до распирания вот его именно распирает однополненностью вот этой энергетической и здесь как будто бы хочется просто окунаться и быть в этом наслаждаться здесь нету желания как-то что-то делать с кем-то как-то взаимодействовать в этом состоянии просто хочется быть это знаете как будто бы получаешь кайф от самого себя от того что ты живешь вот здесь сейчас такие энергии пошли и вот в таком состоянии у вас появляется некое такое безразличие возможно внешне это будет касаться про некую такую замкнутость но здесь не про отшельничество здесь про то что вы как будто бы знаете здесь идет ваш рост рост вашей души в прямом смысле знаете как на дрожжах вот мне кажется что распирает здесь именно как на дрожжах и вот в этот момент вы настолько сфокусированы на внутренних процессах которые происходят что внешне вам уже становится менее интересным потому что сам внутренний процесс он вас настолько захватывает и вам интересно наблюдать за тем что происходит внутри вас я спрашиваю для чего нужен вам этот процесс такое ощущение что это какой-то очень важный этап в дальнейшем у вас будет происходить некий рост и очень многое будет меняться вашей жизни неважно в каком возрасте вы находитесь но вот этот вот этап он как будто бы знаете надо типа прозреть надо как-то вот прорасти чтобы зерно проросло то есть самый основной момент это вот когда из зерна из семени начинает прорастать росток дальше это это развитие это рост и в принципе только что-то большое негативное может повлиять на то чтобы этот рост остановился но если не будет каких-то преград то здесь получается так что это постоянно будет как-то расти и крепнуть но вот сейчас очень важный момент становление вас и его важно не как-то не помешать ему в плане того что вот просто пребывать в этом состоянии и не переключать внимание на что-то внешнее здесь идет какой-то знаете медленный медленный естественный естественный какой-то рост почему он важен потому что вот мне показывает как некое такое дерево понимаете вот в дальнейшем это дерево конечно же будет расти и она возможно будет плодоносит то есть если она плодовая она будет давать фрукты какие-то вот плоды какие-то будет давать но вот момент сейчас именно становление вас более мудрого человека более понимающего вы заметите как многие качества у вас будет меняться вы станете более спокойными более уравновешенными более понимающими принимающими но это временный этап сейчас после этого вы откроетесь миру сейчас вам не нужно открываться то есть вам не нужно как-то взаимодействовать с другими людьми то есть если вам не хочется не 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 делайте это вот ощущение того что побудьте в том состоянии в котором нужно как-то ему нужно запомнить потому что она важно это вот как момент рождения второго такого периода не будет и в дальнейшем ваше становление одно себя и вот именно формирование как зрелого вы уже не будете маленьким ребенком вы уже будете достаточно зрелым человеком и вот это вот зрелость да мне показывает как дерево такое знаете вот как будто бы сейчас период того чтобы то для чего вы были рождены для того чтобы дать что-то миру нет сейчас это будет как-то постепенно постепенно проявляться после того как период формирования закончится он будет идти где-то примерно до сентября где-то до 3 недели сентября потом он как будто бы перестанет так очень быстро развиваться как будто бы наберет необходимые обороты и дальше процесс пойдет естественно и тогда у вас появится шанс открыться как будто бы миру и вы сможете что-то начать делать для мира то есть здесь вот как будто бы что-то вы начнете делать по-другому то ли это будет может быть связано либо с каким-то делом до либо профессиональное то есть у вас как будто бы какое-то направление откроется и в этом направлении вы будете себя проявлять но обычное слово да вот это вот предназначение как будто бы сейчас она раскрывается распаковывается и вот тогда у вас постепенно в конце сентября вы поймете в каком направлении вам идти и вас будут вести и вот здесь как будто бы чуть дальше по времени и не знаю сколько но вот у меня идет какая-то такое знаете публичность что ли что вы очень активно взаимодействуете с людьми что-то им рассказываете то есть потом в дальнейшем раскроется именно вот ваше предназначение то есть сейчас наступил такой этап вашей жизни когда вы переходите именно на путь вашего предназначения и это не всегда про дело не всегда ну про работу про профессию а вот именно про период какого-то служения у каждого она будет свое то есть у кого-то может быть служение в малом круге то есть для близких людей то есть то служение я подразумеваю то что вы будете делать для других людей для кого-то это будет за деньги для кого-то это будет просто хобби для кого-то это будет черта вашего характера но вот сейчас вашей жизни раскрывается именно вот этот этап и вот это вот ваше ощущение наполненности который сейчас происходит но как раз таки связано с тем что вы наконец-таки приняли внутри себя знаете как возвращение домой поэтому я и сказала про эту семейность но чувство как будто ликование вашей души ощущение что вот она как будто вы вернулась домой да и вот это узнавание в плане того что теперь я я буду понимать куда мне нужно идти то есть здесь как будто бы третья часть вашей жизни наступил этап 3 вашей части жизни который будет полностью направлен на выполнение своей задачи то есть то которую вы должны были сделать вот сейчас наступает это время и вот этот вот именно возврат в семью душевное какое-то состояние возврата в семьи здесь идет такое знаете приятное объятия радость вот отсюда вот это вот это все происходит на тонком плане а физики у вас это вот выражается как раз в том что я осознаю и понимаю ценность жизни цены семьи важность то есть на тонком плане это происходит как возврат вашей души семей в семью духовную какой-то вот она физики это как раз таки вот желание семейности с а причем даже если это не родная семья вашей физики а люди которые вас окружают вас появляется вот это вот близость душевная с людьми связь душевная и вот это вот узнавание как будто бы друг друга она и показывает то есть вам будут притягиваться сейчас люди с которым дальнейшего будете идти по жизни не только в плане любви а здесь еще идет в плане какого-то вот сейчас вам будут притягиваться люди с которыми вы в дальнейшем будете двигаться по жизни то есть вот как мы привыкли говорить до родственные поэтому это не только партнер и либо любимый человек здесь вам будут притягиваться какие-то вот ваши родственные души с которым вам будет хорошо вместе дальше идти возможно у вас будет общее дело возможно что-то вы будете делать просто сообща возможно эти люди каким-то образом будет вас поддерживать то есть как-то может быть как друзьями будете здесь дальнейший какой-то путь вы должны будете с ними пройти и вот здесь люди которые идут приходят к вам приходит кого-то знаете узнавание и отсюда наполняетесь еще больше энергией потому что приходит узнавание что это мой человек и вот это вот чувство близости она очень приятная у меня здесь я вижу 223 человека но один очень-очень близкий вам такое чувство что вот долго я ждал я долго ждал ждала этого человека это душа как будто бы какое-то вот партнерство да и вот в этом партнерстве вы как будто бы дальше пойдете по жизни и будете не знаю не то чтобы дело общее делать а как-то друг друга энергетически поддерживать знаете как будто бы встретились как-то два пазла что ли и они сошлись и они очень хорошо и гармонично вместе и вот здесь вот этого чувства что уже не будет внутреннего ощущения одиночества что меня никто не понимает что я никому не нужен здесь вот эти вот люди они как будто бы вас поддерживают но и вы им что-то даете взамен и вот вместе вы идете очень важный этап будет вашей жизни так красиво все показано так а на этом все единички мне очень важно ваша обратная связь потому что такое у меня впервые поэтому мне страшно что вы там движетесь такой знаете страх волнение сомнения а вдруг а вдруг не попало да не знаю почему очень волнует хорошо а двоечки красный камешек а что нам здесь поток хочет сказать аркан мага выпал здесь такое ощущение как будто бы вы какой-то урок проходите именно учительство наставничество я не могу пока определить это вы или вашей жизни кто-то либо сверху вас ведут но вот здесь вот какое-то наставничество скорее всего свыше вас ведут и вас куда-то направляют вас куда-то направляет куда-то вам указывают дорогу знаете мне показывают как моисей который 40 лет водил людей по пустыне ощущение того что что то должно смениться то есть вот эти вот возможно круги которые вы сейчас проходите по жизни они не случайны потому что такое ощущение что вот должно то ли эпоха должна смениться то ли какое-то десятилетие должно смениться то есть но это образно говоря да то есть какой-то цикл здесь должен смениться прежде чем что-то что-то такое важное произойдет но здесь вот это вот ощущение что вас ведут и вам иногда кажется что вы потеряны что вы ходите кругами что очень много непонимания зачем это одно и то же я уже все эти уроки проходил и опять и снова и я не понимаю здесь как будто бы здесь идет какая-то молния да что вам вам покажет то есть вас осенит вы как будто бы получите какое-то понимание того почему вы ходите кругами в этом есть какой-то определенный смысл почему вы ходите кругами но здесь общее такое понимание вот прям на образе моисея который вез людей за собой для того чтобы вот как будто бы сменилась какое-то поколение и тогда вот новое она уже будет вот какой-то новый такой философии в какой-то в каком-то новом понятии и с ними уже проще будет что-то создавать новое то есть такое чувство что здесь есть какие-то убеждения а поскольку сложно сломать вот эти вот старые стереотипы и их заменить можно только тогда когда вот ну условно говоря там старое поколение уходит в мир иной и новые дети которые рождаются они рождаются уже с понятиями того времени до в котором они проживают и вот здесь вот ощущение того что поток показывает что здесь должно смениться как-то время здесь должны смениться ваши убеждения то есть что-то должно отжить свое до естественным путем и отбереть то есть за ненадобностью только после того как происходит какое-то отмирание чего-то старого только тогда вы сможете впустить в себя что-то новое и вот вы это поймете к вам придет это осознание почему здесь такое чувство что вы возможно задаетесь вопросом почему я хожу по кругу но здесь идет какой-то знаете целенаправленное обучение вас какое-то наставничество очень такое серьезное я вижу как будто бы высшие силы такие достаточно серьезные и они обучают очень маленького несмышленого ребенка который капризный то есть он не понимает и а к нему какие-то такие знаете очень взрослые требования предъявляются и тем самым создавая какую-то сложность и реакция этого ребенка да на то чего его обучает он вроде бы капризничает но он должен подчиниться и он выполняет этим самым он проходит какие-то трудности вот через эти трудности преодолевая да он становится тем человеком то есть его как будто бы знаете формирует его создают для того чтобы интересно для чего для того чтобы вот он как как будто бы он жил в новом времени да не так как по старому а как-то вот по-новому здесь ощущение того что все как будто бы знаете как-то крутится и одно и то же одно и то же как заезженная пластинка и это уже так скучно это уже так раздражает и вот этот вот ребенок здесь реакция уже что непонимание знаете вот как будто бы на пределе что вот вы сейчас взорвете что как будто голова взорвется от того что происходит и здесь уже вот эти вот капризы они сменяются на какую-то агрессию на злость здесь как-то вот ненависть вот все это такое ощущение что это вот какие-то этапы 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 вот эти вот все ваши эмоции и и не ваше непонимание и раздражение но такое чувство что вот вас как будто бы оставляют это прожить потому что вот через эти все проживания вы придете к чему-то и вот то к чему вы придете и тогда будет у вас какое-то понимание осознание inside и возникнет вот это вот ощущение в конечном итоге благодарности то есть я благодарен себе либо вам высшие силы и честно сейчас расскажу то есть знаете вот вас учат выйти вы как-то капризничаете реагируете на это все да а показывает мне учителя такой знаете вот безразличный ну то есть без эмоциональной и безразличная без эмоционального он просто говорит и вообще никак не реагирует на ваши эмоции он просто заставляет вас сделать то что вам нужно вы там как-то это это как этот ребенок который подходит к зоопарку да к стеклянному а внутри есть обезьяны вот обезьяна и так прыгает и всяк а ребенок просто наблюдает так вот за вами вот так же наблюдает высшие силы вот они вам просто говорят что нужно делать а вы как-то вот так реагирует а потом уже знаете как будто вы выдохнулись уже нет никаких эмоций и вам этот учитель говорит а вот теперь начинается обучение да и он говорит вы делаете вы начинает вас начинает получаться вы начинаете как будто бы взрослеть и приходите к тому уровню куда вас нужно было привести и вот в этот момент вы как будто вы знаете благодарите высшие силы что наконец таки у меня с одной стороны получилось да то есть я стал тем кем я хочу и вот это вот внутреннее удовлетворение с другой стороны вы начинаете благодарить учителя почему я улыбаюсь потому что вы его благодарите он развернулся и ушел ничего не сказал то есть типа я свое дело сделал и видимо у него таких детей было очень много потому что для него и такая вполне естественная реакция на то есть ну знаете как мы детям говорим да ну перебеситься переплачивать нечего успокоиться вот здесь что-то такое но то к чему вы приходите да вот это вот ваше осознание вот этой молнии озарение того что вот я теперь стал то есть знаете есть такое ощущение что вот если бы вам сразу сказали куда хотят вас привести да вы бы как-то реагировали сопротивлением да у вас был бы страх вы бы сказать нет я туда не пойду и отказом а тут как будто бы вот вас крутят и вы не понимаете из-за того что вы не понимаете вы находитесь ориентированы сфокусированы на процессе не на результате а именно на процессе и вы краски не думаете про результат ну то есть и не боитесь и не отказывать потому что вы не знаете куда вас ведут и вот с вами работают работает работает и вот как будто бы знаете вот в этом процессе вы гопы оказываетесь в точки б куда вам и нужно было прийти и вы когда вы увидите что вы действительно в этой точке б и вы получили то что вам необходимо тогда у вас появляется вот это вот ощущение благодарности но ощущение того что вот вы другим путем туда не смогли бы прийти то есть вот как отвлекает вас отвлекает отвлекает и вот в этот момент отвлечения как будто бы вас ведут вы идете 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 и пришли наконец-таки туда куда нужно стали тем человеком тем необходимо и потом вам как будто вы перестали давать задания и вы в таком недоумении что больше не будет уроков а вам говорят нет пока вам не нужно и вы прослабились и оглянулись как будто бы а по сторонам оглядывайтесь по сторонам и смотрите блин что за райское место куда я попал и к вам приходит вот это вот краски осознание что если бы я изначально знал куда меня приведут я бы ни за что туда не пошел не потому что там плохо а наоборот потому что там настолько хорошо и вот этот вот страх того что я не достоин либо у меня не получится вот эти вот сомнения и так далее они бы не дали вам возможности пойти именно вот в это место но прийти туда а так как будто бы вот чем-то вы занимались там как-то пенсионировали и все такое ну то есть вас обучали вы были знаете как это школа шаолин приходит маленький ребенок его обучает он там капризничает у него ничего не получается но продолжает делать потому что это задание потому что это нужно и в какой-то момент наступает тот период когда он становится сам мастером и вот когда у этого мастера уходит учитель он оглядывается и говорит а я бы никогда в жизни не поверил что я смогу стать мастером я бы никогда в это не поверил но вот из-за того что я все свое внимание тратил именно на занятия на упражнения на какие-то повторы где-то капризничал где-то соглашался где-то не соглашался раздражался на своего учителя то есть вот в этом движении в этом процессе он сформировал из меня именно вот эту жемчужину вот этого вот мастера и здесь не возник вопрос сомнения то есть я уже стал таким каким должен быть и вы сами удивляетесь от от этого то есть вы сами себе удивляетесь вот это вот удивление того что неужели это я таким стал она одновременно у вас порождает внутреннюю благодарность и здесь такие слезы знаете вот прям аж пробирает вас на слезы что какой же я был наивный и как-то обижался на учителя а он ведь привел меня ну то есть хотел самого наилучшего для меня и привел меня сюда и по сути то куда он меня привел это то что я очень глубоко своем сердце хотел получить это я это получил и я благодарен и здесь у вас сразу возникает разные опять-таки эмоции благодарности и наполненности и где-то знаете какое-то недовольство собой что боже какой же я маленький ребенок как же я поступал некрасиво то есть здесь где-то немножечко чувство стыда про проходит тоже но чувство стыда за свои поступки за то что вот как торопишься да то есть я торопился делая поторопился сделать выводы а нужно было как-то быть более мудрее и вот вот это вот вся гамма переживаний мыслей какой-то вот поток внутреннего из состояния и мысли которые вы притягиваете это вот как как будто вы знаете все встанет на свои места и потом вас начнется абсолютно другой этап но сейчас мне в потоке показывает вот именно вот это какой был у меня для вас двоечки поток пишите свою обратную связь как говорила и единичкам для меня это важно для меня это важно хотел вообще без карт но как-то испугалась честно скажу испугалась и засомневалась но так хотя бы я буду ну чувствую себя более уверенно так хорошо третья позиция троечки что у вас сейчас потоки тройки двойка пендакли какая-то суета 1 эти вот суматоха бегу-бегу-бегу-бегу как пел ленте все бегут 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 куда-то бегут выбежите какая-то вот у меня идет суета здесь у вас какой-то земной план то есть если вот первые были как-то более про развитие про духовно здесь чисто земной такой план когда люди куда-то бегут торопится знаете вот как будто бы и подготовка последних дней до все нужно успеть все нужно сделать все нужно завершить ну возможно кто-то в отпуск собирается в какое-то путешествие но здесь вот как будто бы еще не того что какие-то канаты натягиваете что это за канат ищите посмотрю знать как будто бы вот веревка корабль приходят и в порту как-то в этот вот веревка который соединяет корабль я не знаю как это вот морской терминологии какие-то железные вот эти вот колонны и обвязывает веревку как-то вот привязывать ощущение того что куда-то приплыли куда куда-то вы приплыли до якорь бросили куда-то приплыли так интересно с одной стороны была суета суета а теперь как будто бы корабль куда-то приплыл остановился якорь то есть вы как будто бы знаете а устаканились определились хочется сказать определились то есть возможно после долгой вот это вот колебание сомнений что как бросили якорь а может быть кто-то и в прямом смысле переехал вот куда вы хотели переехать либо своей голове уже приняли окончательное решение что я буду здесь это может быть отношение работа неважно что то есть я буду здесь и это вот как будто бы какое-то новое место то есть я вот здесь буду а основывать как будто вот свое жилье устроить вот здесь ощущение того что вы нашли для себя то место ваше место либо ваше место по жизни либо вообще ваше реальное место проживания где вы будете жить либо это место работы либо вот именно человека с которой можно бросить я кому здесь вот ощущение того что я определился чувство что-то наконец таки может быть если работу как-то не могли понять куда что как здесь идет вот это вот чувство определению что я наконец-таки определился здесь позитивные энергии тут мне не идет какое-то вот разочарование что вот я вынужден был переехать да и теперь я буду грустить по родине или еще что то не здесь не такой здесь именно такое знаете вот предвкушение что я готов полон сил да и я здесь немножко другое вот во второй позиции было да или в первой не помню там было вот это вот я нашел в первой я была на я нашел свою семью нет а здесь вы как-то вот я нашел свое место свое свое место силы здесь реально человек нашел какое-то свое место силы возможно в каком-то из воплощений вы уже там жили в этом месте потому что она знаете вот пришло вот это вот узнавание это это моя земля вот почему-то мне это показано это мой кусок знаете вот кусок земли я имею вот такое знаете чувство что человек как будто бы я поехал куда-то на алтай да в какие-то горы вот он стоит и вот наполняется и из-за того что пришло узнавание земли земли вот у земли есть память и а вам эта память передается как будто бы встали в нужное место и вот этот источник он вас наполняет земли здесь идет поток энергии очень мощные земли он проходит через вас его он вас наполняет у вас от этого происходит радость как будто познаете вот узнавание вот это мое я я давно этого хотел это метафора конечно же вы можете перенести ее на свою ситуацию я вижу энергии вот и здесь такое то есть возможно вы я жар бросила возможно вы так знаете кто-то для себя нашел какое-то дело и говорит вот это мое я долго здесь вот вот это вот прям выражение я долго тебя искал и вот это вот тебя это может быть человек это может быть объект это может быть предмет либо вот земля и вот здесь вы почувствуете себя намного сильнее и вот сейчас такое знаете вот ощущение что у вас все будет складываться так у меня чувство что вы попали в нужное время в нужный час и такое возможно у вас было один раз еще и так и так и знаете как-то смутно смутно возможно был 2 но тот очень мутный какой-то вот этот вот очень яркий у вас было уже единожды может быть где-то в детстве может быть вы поехали в то место где вы уже были когда-то в детстве вот здесь как будто бы такое ощущение что либо может быть дежаву у вас будет что я это знал я знал что так будет я знал не знаю почему я все время говорю мужскому роли а не знал то есть вот здесь какое-то такое я знал что так оно будет здесь какая-то радость вас переполняет от того что все сложилось как будто бы вы вы верили в это и это получилось я не знаю с чем это связано но это получилось вот здесь вот человек как будто бы мужчина прыгает на одном месте от радости и знаете это есть я знаю у меня получит что-то получилось здесь но вот эти вот силы которых вам не хватало а вы их получили от земли вам земля дала она вот прям вас подпитала и отсюда произошло вот это вот понимание здесь очень много моментов дежаву у вас появляется вот в то место куда вы приехали тот город такое утащение что вот вы ходите и говорите причем знаете такой интересный момент вы там никогда физически не были а если были то где-то в детстве ну памяти уже нету об этом не вот и вот такое ощущение что вот вы ходите и у вас какое-то вот внутреннее ликование я это знаю и это знаю а вы там вот это такое ощущение что все знакомо вот все свое все родное но при том что это вот какое-то новое и по каким-то причинам не показывает америку я не знаю почему не такое чувство да что вот как американцы вот этот вот ковбой с шляпой с каким-то таким и не знаю городок такой чисто американского стиля не нью-йорк такой вот современный а именно такой городок где есть лошади вот эти вот фермы фармы как их правильно и вот он идет этот фермер фармер и правильно ковбой по дороге и вот такой вот внутреннее ликование что блин я это знаю и это я знаю мне прям целую картину показывает того что такое ощущение что там вкус кофе другой не знаю что вы заходите в какую-то кофейню вот из-за того что ваше внутреннее восприятие меняется вам кажется что и кофе там почему-то другое какое-то вот ликование идет здесь про это здесь мне все показывают одно и то же разными разными картинками разными состояниями но суть одна что-то вы как будто бы нашли свое место если еще что-то что вот нужно знать у него даже догорела благовония ну конечно же мои любимые практики сказали про америку сказали и здесь люди которые шаманы да сразу шаманы появились айвазка растения кто-то возможно ритуалы какие-то проводят причем это не только америка это еще вот алтай почему-то мне идут знаете вот травы и травы как-то коптят дым вот этот вот окуривание какое-то и вот это вот видоизмененное состояние как удовлетворение ну все мне кажется здесь я уже все сказала потому что вот для практиков там что-то такое отдельное идет нужно ли мне что-то знать здесь вот как будто бы для практиков говорят какое какое-то предостережение не знаю что за предостережение но вот какой-то ощущается как какой-то страх какая-то тревожность волнение не знаю то ли это ваше то ли предостережение с этим связано не знаю не могу не могу понять прям черный дым пошел не знаю это так так должно это так задумано либо здесь просто какое-то предостережение не сверху все хватит да ты уже все сказала хорошо такая у меня была для вас и третья позиция вот не получилось полностью без карт до рассказать но вот как зацепка как начало и не знаю как у нее реагировать честно то есть радоваться что получилось но с другой стороны у меня нет обратной связи чтобы сказать что вот получилось или нет с другой стороны опять-таки сказать что полностью без карт тоже не могу потому что все равно вот вот за что-то зацепиться от чего-то оттолкнуться мне все равно нужно еще расскажу я не являюсь медиумом я всегда про это говорю у меня нет таких способностей вот но как это все происходит я не знаю я это списываю компать и больше ни к чему ну то есть я не знаю как это объяснить по-другому поэтому я вам буду признательна за вашу обратную связь отыгралась не отыгралась что отыгралась пишите просто побольше в плане того чтобы я понимал то есть если это отыгралась то что именно до чтоб я поняла почему я увидела тот или иной символ чтоб я для себя поняла какая связь есть того что я вижу с тем что происходит у вас в жизни почему я это увидела именно так не знаю почему для меня это важно но вот возможно я что-то прочитаю и и и и и что-то пойму как как устроен этот процесс как вариант вот и пишите насколько вам понравился такой формат возможно я буду делать вот в те дни когда у меня по плану будет расклады в потоке до либо читаем ваше поле я возможно буду делать в таком формате если вам понравилось если нету кейни делом возвращаемся картам то есть мы все все достаточно лояльно да ко всему можно приспособиться вот благодарю вас всех за внимание всем отличной недели сегодня были такие классные энергии надеюсь я вам передала их свое настроение состояния всем пока пока